Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который откладывает до 1 апреля обязательную предварительную установку отечественных приложений на продаваемые в России электронные устройства. Какой-то шаг со стороны государства по поддержке отечественных производителей ПО. Не секрет, что мы, конечно, находимся не то что даже в догоняющих, мы скорее пытаемся найти какую-то свою уникальную нишу и конкурировать с каким-то вещами мы не можем, но чтобы знакомить широкий сегмент наших граждан с тем, что у нас разрабатывают в стране, это вполне может быть решением. Согласно закону, на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV перед продажей должен быть установлен российский софт. К 7 декабря 2020 года точно известно лишь то, что в финальном списке будет приложение национальной платежной системы МИР и госуслуг. Это будет некоторый нормативный документ, который определяет порядок выбора таких приложений, но это, разумеется, должны быть именно те компании, которые являются российскими. Поэтому это будет отбираться оттуда. Будет список меняться, возможно, будет, но в принципе мы сейчас уже можем назвать, даже любой человек может назвать, какие приложения могут туда войти, чтобы как-то создавать, ну, даже не конкуренцию, а, скажем, альтернативу каким-то другим источникам. Законопроект позволит создать условия для конкуренции российских разработок зарубежным программным обеспечением. Появляется широкий круг тех, кто знакомится с этими приложениями, да, и клиентская база все равно увеличивается. То есть, например, тот же самый, например, Касперский, да, или Доктор Вепп, это наши отечественные продукты, вот, ими пользуется много людей, но кто-то их просто не ставит, да, а тут это будет ставить по умолчанию, в принципе увеличивается клиентская база. Кристина Надершина, Леонард Валитяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова